Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня в гостях у передачи Coffee Break боец смешанного стиля в наилегчайшем месте Армен Гулян. Здравствуйте, Армен. Скажите, пожалуйста, это ваш первый визит в Армении, если не ошибаюсь. Каковы ваши ощущения? Не первый визит в Армению, там уже, скажем так, с 18 лет я раза три был в Армении, последний раз это на юбилей дедушки осенью того года, так что совсем недавно было. Но впечатление всегда самое приятное, потому что это возвращение на родину, откуда я сам родился в Черенцоване, так что всегда это приятно. Сейчас бой пройдет, уже встречусь с родственниками, с близкими, это радостное событие для меня. Вы переехали в Россию вместе с семьей, когда вам было три года. Ваши родители рассказывали вам, что вы армянин из Армении, из такой древней страны? Конечно. Во-первых, это всегда с гордостью было, это всегда у нас старалась сохраниться, как сказать, этническая принадлежность. Но достаточно сложно было, потому что времена сложные были, родители были вынуждены постоянно на работе быть. Мы с братом там школа, секция, по-армянски разговаривали, я по-армянски понимаю, излагаюсь, может, не так хорошо, но очень же сожалею о том, что не умею ни читать, ни писать по-армянски. Но я думаю, я все равно это наверстаю. Мои дети, по крайней мере, я уверен, 100% будут и уметь и читать, и писать по-армянски. И чаще, чем я, быть, возможность будет такая, чтобы они приезжали к бабушкам, к дедушкам именно в Армении. Вы сказали, что проводили свое время в сектор. Как так получилось, что вы пошли на смешанные единоборства? И вообще, чем вас привлекли к единоборству? Изначально я занялся не смешанными единоборствами. У нас в городе, в котором я вырос, это город Ржев, Тверской области, он маленький, 60 тысяч населения. И там ежегодно, вот я сам потом работал тренером по самбо. Тренера ходят по школам и говорят, что у нас вот школа Олимпийской резервы, дают вам навыки самозащиты, самбо, самообороны. И если хотите, приходите к нам. И вот как-то к нам пришла такая очень хорошая женщина, она до сих пор преподает, Лена Сергеевна, мастер спорта международного класса. И я у нее начал заниматься, она мой первый тренер была. И как-то самбо, чем мне привлекло, то, что в раннем возрасте мы туда пошли, там очень много, как сказать, видов игр с борьбой. Там не именно борьбу нам давали, а игры с элементами борьбы. И это, конечно, для ребенка очень незаманчиво. А какой-то в дальнейшем уже более профессионально, по самбо мы выступали, по самбо-дюдо. Но какого-то именно такого осознания, что я собираюсь стать профессиональным спортсменом, такого не было. И звезд небес я тоже не хватал. Но, видно, такое какое-то упорство, целеустремленность позволила со временем превзойти тех ребят, которые изначально, как сказать, даже не чувствовали меня в борьбе, скажем так. Можно ли сказать, что ваш успех связан с тем, что вы получали удовольствие от этой самой борьбы, от этих игр? То есть вы чувствовались в себе вот это изначально? Да, там момент не какой-то, вот именно спорт мне нравится, не агрессия, а какого-то технического, интеллектуального превосходства над соперником. А в чем заключается спортивное совершенство? Минимальные затраты усилий достичь нужного результата. И в этом, наверное, вот и есть та красота. Я не вижу этот спорт как какое-то состязание, у кого голова крепче или у кого там кулаки крепче. Я вижу это как игровая такая форма. Для меня это как то же самое. Человек может разговаривать о музыке, может говорить о кинематографе. Для него это искусство. Для меня это тоже боевое искусство. Вы уже отметили, что вы в Армению не в первый раз, но, если не ошибаюсь, выступать в Армении вы будете впервые. Каковы ваши ощущения от того, что на своей родине вы будете бороться? Ощущения только положительные. Я, честно сказать, всегда, когда я где-то выступал, ездил, мне из Армении писали, говорили, Армен, когда там в Армении выступишь? Ну, в чем печально то, что в Армении не проходят такие турниры. Даже если сейчас говорить, я не могу сказать, что сюда люди приехали за деньгами. Потому что в России, в регионах, в других странах, конечно, оплата гораздо выше. Сюда мы больше приехали из-за того, что мы хотели именно подраться на родной земле. Мы хотели именно, чтобы те люди, что греха таить, что основная публика, которая поддерживает нас, это армянская публика, это наша этническая. Чтобы они пришли, они порадовались, они за нас поболели. И дай бог, чтобы мы смогли бы их еще больше порадовать нашей победой. И надеюсь, вот после такого праздника спорта, который мы проведем 6 числа, да, такие мероприятия станут более масштабные, более освещаемые. Потому что, как мы говорили уже, ты говоришь, что в СМИ нет никакой информации по этому турниру. Вот что для меня удивительно, потому что в России, в соцсетях этот турнир ожидается, а оказывается у нас в Армении, и о нем никто не знает. Обидно. Это очень большая проблема. И вот 6 числа первый бой с бразильцем Алистером Кадейро. Какие слабости у него ты видишь, чтобы прижать его на ринге? Ну, я в первую очередь смотрю на его сильные стороны. Барень габаритный, высокий, с длинными конечностями. Я выступал в более тяжелой высокой категории, нежели я. Я буду драться в более высокой высокой категории. А из-за остальных каких-то, там, ударная техника, борцовская техника, я не считаю, что я с чем-то хуже его. Моя задача на классе превзойти оппонента. Я настраиваюсь на все три раунда, но буду стараться закончить досрочно и по возможности заречить. На профессиональном ринге уже было семь боев, грядущий будет восьмой и ни одного поражения. Нет ли этой тяжести, ответственности, что вот уже семь боев непобежденные и уже мысленно такая, и не хочется быть дальше непобежденным? Побежденным, конечно, не хочется быть, но, как я уже говорил, по любителям я достаточно много проигрывал. И по самбо, и по другим видам единоборств, которые уступал. По любительскому уму, наверное, не так много я уступал, там, пару боев. Но все равно опыт такой у меня есть. И этот опыт, нельзя сказать, что является, вот ты вот тренировался, проиграл, и это вот все подвело, зачеркнуло все твое усилие. Нет, некоторые поражения дают больше, чем победы. Это пища глюма, это ты, у тебя есть, что анализировать. Может, ты выйдешь и легко выиграешь оппонента, и ты на этом не вырос. Ты выйдешь, и ты в тяжелом бою уступишь, но ты оттуда столько уроков получишь, что ты потом будешь гораздо, ну, расти. Это, а, как бы, такого нет, чтобы надо мной это давлело, но я настраиваюсь только на победу. А остальное, как, знаете, мусульманические ребята говорят, что все от Бога, да, все от Всевышнего. Ну, это их неврозрение, оно помогает им спокойнее к этому относиться. Я считаю, что да, это все от Бога, но это все еще от того труда, который ты вкладываешь. Мы тренируемся так, чтобы не проигрывать. И уже все, что мы могли вложить в эту победу, мы сделали. Сейчас нам надо правильно подвести к бою, и дай бог этот бой забрать. Одним из ритуалов поединка в боксерских смешанных единостях является, так называемый, бой глазами. Face to face. Да, face to face. После взвешивания, когда рефери объясняет правила. О чем думаешь в этот момент? Ну, вот у нас оно будет проходить завтра, взвешивание сначала утром будет официальное, а вечером уже будет на публике, точнее оно официально называется, утром не официальное. И вечером это будет в центре Армении проходить, на центральной улице. И, ну, когда ты видишь своего соперника, в первую очередь ты смотришь ему в глаза, честно говоря, по глазам сразу видно. Боится оппонент, сомневается. Но это не является каком-то таким именно критерием. Ну, ты должен показать уверенность оппоненту. Но никаких каких-то таких мыслей агрессивных или, не знаю, ты встречаешь с ним глазами, на следующий день вы с ним выйдете биться. После боя вы пожмете друг другу руку. У меня больше спортивная составляющая. Здесь нету личного какого-то сейчас противостояния. Буквально несколько месяцев назад у тебя был перелом руки. Ты восстановился? Чувствуешь себя, что ты готов к этому поединку на все в 100%? Да, чувствую себя на все 100%. Была ситуация, что я хотел после перелома через месяц распадраться, потому что была большая обида за счет того, что не удалось. Представьте себе, два месяца ты готовишься к бою, и за 10 дней ты получаешь травму. У тебя, да, тут и эмоциональный момент, потому что очень многие люди ждали этого боя. Был хороший бой за титул в организации «Битва на Волге». Но еще и такой момент, что ты столько усилий вложил, финансовых вложил, а оттуда итог не получил. Я хотел через месяц подраться, но турнир в Санкт-Петербурге не состоялся, и, наверное, это к лучшему. Потому что на тот момент рука была у меня не полностью установлена. На этот турнир я на 100% полностью установился. После победы над Нурбеком Абдекадыровым ты поблагодарил Армению, ты поблагодарил родной Чарин Саван, и вот ты выступаешь в Армении. После победы ты поднимешь армянский флаг? Да, конечно, и флаг Армении, и флаг России, так как я представляю эти два государства, в которых я родился, в которых я вырос. И для меня это достаточно приятно и важная такая, скажем, честь. Черин Саванну я в любом случае всегда буду передавать привет, потому что я там родился, там живут мои дедушки, бабушки, мне очень приятно. Я знаю, что делегация из Черин Саванна приедет меня поддержать, что мне достаточно греет сердце. Также знаю, что много людей из Армении тоже придут. И уже, наверное, из Армении я передам привет и в Москву, где у меня жена на 9-м месяце беременности, которой я после боя спешу вернуться, и родителям, которые живут в Тверской области, в городе Ржаве. Я уверен, армянская публика тебя будет поддерживать на все 100%. И вот небольшое такое наставничество для молодых спортсменов. Что бы ты им пожаловал, на что бы порекомендовал обратить внимание в своей профессиональной карьере, на что не отвлекаться? Вы знаете, по-моему, Майвезер сказал, тяжелый труд и самоотдача. Но при этом еще и обдуманный труд. Ты не должен, вот часто бывает тренера, особенно советской старой закалки, они дают большую нагрузку, и не думая о том, что готов ли к ней спортсмен, восстановится, они могут просто отбить у него желание в дальнейшем занятии. Из-за этого, в первую очередь, спортсменов я побуждаю на то, чтобы они занимались саморазвитием. Если есть возможность, они уже в более взрослом возрасте, это учиться по той специализации, которая им нравится. Я сам закончил Академию физической культуры и спорта, и многое то, что я использую в своей подготовке, это то, на что я сам успел, что я понимать. Вся работа должна быть осознанна. Не важно, сколько ты в зале можешь провести, 3 часа, но получить оттуда меньше, чем за час правильной работы. Так что надо правильно тренироваться, надо правильно питаться, надо правильно восстанавливаться. То есть работа, но правильная работа. Конечно, конечно. И я надеюсь, что за счет таких турниров в Армении будет расти именно культура правильного подведения, правильных тренировок. И я уже есть договоренности с Федерацией ММА Армении о том, что по возможности я приеду, проведу здесь мастер-класс. И надеюсь, эта практика в дальнейшем будет и будет все чаще и больше известных бойцов наших со всего мира приезжать и давать именно мастер-классы в Армении. Мы все следим за тем, что происходит в Армении в последние года-два и очень сильно надеемся на то, что это все приведет к развитию и процветанию не только спортивной, но и в целом всей республики. На что, как ты говоришь правильно, мы приезжаем и радуемся, но когда мы выезжаем из Еревана, у нас немножко огорчения есть, потому что мы хотим видеть свою страну богатой и успешной. И надеюсь, с каждым нашим приездом это все больше и больше будет процветать. Спасибо большое за интервью. Весь армянский народ будет держать за вас кулаки. Мы уверены, что вы победите. И на этом, дорогие зрители, мы прощаемся с вами. Спасибо, что были с нами. Следите дальше за выпусками передачи Coffee Break. Спасибо. Алик Дес. Субтитры подогнал «Симон»